Она видела конец таблицы Excel. Ее голос настолько убедительно звучит, что слушатели выполняют ее задания буквально закрытыми глазами. Это я об Инне Романовой, наш преподаватель курсов Microsoft Office. Кстати, о ней выпускники говорят с придыханием. Почему? А давайте познакомимся с ней поближе и узнаем все сами. Инна Витальевна, здравствуйте! Здравствуйте! Хотим немного с вами пообщаться, пока у вас перерыв. Замечательно, что нам удалось поймать вас в перерыве, и у нас есть время задать вам несколько неформальных вопросов, которые помогут нашим слушателям узнать вас поближе. Вы преподаете Microsoft Office, преподаете Photoshop, даже монтаж. Почему такое сильное разветвление? Ну, жизнь так сложилась, наверное. Все началось с того, что передо мной находились реальные задачи, которые приходилось решать. Это сделать, например, билет, макет билета срочно. Или изготовить диаграмму цифровую. Такие задачи передо мной ставили мои непосредственные руководители, первым из которых была моя мама, самый строгий, пожалуй, из моих начальников. Все началось с того, что было по чуть-чуть, но в конце концов я приобрела необходимую квалификацию и довольно неплохо стала владеть всеми этими приложениями. Не могу сказать, что какая-то программа мне нравится больше или меньше. Это же всего лишь программы. То есть я никогда не стою с утра и думаю, а почему мне не позаниматься Photoshop? Нет, я с удовольствием займусь чем-нибудь другим. Мы все программы рассматриваем как средство, как средство достижения своих целей. Если уж так получилось, что вам надо делать презентацию, это моя основная специализация в центре, то вам придется владеть всем. Excel, Word, PowerPoint, Photoshop, может быть, даже немножко видеомонтажом. И все это для одной презентации, например? И все это для одной презентации. Если человек записывается на курс PowerPoint и приходит, говорит, я научусь делать презентации, то он, конечно, прав. PowerPoint уровень первый, рассматривает основные средства по работе с программой. Все верно, анимация, импорт табличек из Excel, все это будет. Ага, слово Excel, да, прозвучало? То есть, прежде чем что-то импортировать откуда-то, надо хотя бы открыть эту программу, увидеть в ней таблицу, уметь ее выделить, скопировать и таким образом импортировать в PowerPoint. Средства для обработки фотографий в PowerPoint также имеются, но если требуется, например, чуть-чуть поработать с ретушью лица. Так, ну, уже программа на это не способна, требуется хотя бы простенькое приложение по работе с растром знать. Для этого добро пожаловать в программу Photoshop. Все связано. А если бы Excel был человеком, как бы вы его описали? О-о-о. Можно я воспользуюсь моментом и обращусь к своим слушателям напрямую? Все, нет. Да. Не надо никогда объединять ячейки в Excel. Да, есть функция, которую надо запретить на законодательном уровне. Это команда «объединить и поместить в центре», которую нажимать не надо. Вернемся к вашему вопросу. Главная боль программы Excel заключается в том, что к нему применяют требования, которые не нужны, по сути. Это требования красоты, это косметические требования, в том числе и вышеупомянутая функция «объединить и поместить в центре». Она просто не нужна. Как не нужно что-то делать жирным, прекрасным, красивым, курсивом, подчеркиванием, с тенью и прочее, прочее. Дело в том, что в Excel все давным-давно придумано, и эта автоматизация меня искренне восхищает. Инна, я сейчас вас слушаю, и получается, что вы рассказываете прямо обо мне. Это я все делаю, выделяю жирным шрифтом, украшаю все, объединяю ячейки. Получается, что этого делать совершенно не нужно, и все можно сделать одной кнопкой. Совершенно верно. Я могу даже маленький лайфхак подсказать. Ctrl-T. Сделайте Ctrl-T и не глядя, зажмурив глазки, вот так, нажмите на клавишу Enter, и вы получите сразу все красиво. А где нужно находиться в этот момент? Ну, то есть на самой страничке или куда курсор уводить? Ну, нет, достаточно просто находиться в ней, просто сидеть в любой ячейке, вот просто сидеть, и все, больше ничего не делать. Excel есть свои правила. Если бы мы рассматривали Excel как человека, то это, несомненно, зануда, у которого должно быть все по полочкам. То есть в рамках одной ячейки нельзя одновременно писать и букву, и цифру. Ну, вы-то знаете уже, что нельзя писать 20 рублей в одной ячейке. Да, надо 20, и все, и тишина, все остальное сделает формат ячейки. Excel зануда, его основе разделяй в ласту. Все должно быть по отдельным клеточкам, по отдельным столбикам. Все размазано, расписано. И не смешивать все в одну кучу, не думать о красоте, думать о скелете. Поскольку я немножко еще и дизайнер, я иногда смотрю по улицам, иду, думаю, боже, какой красивый скелет у девушки. Как божественно соединяется позвоночник с линией черепа. Это замечательно. То есть научиться видеть кости в дизайне, это, конечно, профессиональный перекос. Но в Excel мы тоже думаем об этом. Мы должны прежде всего создавать структуру данных. А уже потом, в самую последнюю очередь, думать о красоте и думать об этом довольно небрежно. О поверхностной красоте я имею в виду, а о том, чтобы было все жирно-то и прекрасно. А какой он ваш слушатель? Хотелось бы услышать от вас описание, скорее портрет. Это снова вопрос, который я могу долго на него отвечать. Потому что, когда захожу в аудиторию и открываю дверь, передо мной люди, появление которых передо мной лично для меня. Это загадка. Почему вы здесь находитесь? Независимо от мотивации, от того, почему они здесь находятся, это, в конце концов, их личное дело. Хочу заявить об огромном уважении к этим людям. Потому как у нас же обучение платное. Это, кстати, не знаю, кто из великих сказал, но за знания, за которые ты заплатил, они усваиваются лучше, чем бесплатные знания. Они приходят сюда для того, чтобы получить что-то новое, или решить конкретную задачу, или просто хорошо провести отпуск. Я стараюсь разговаривать со своими слушателями, предлагаю обсудить именно их мотивацию, куда они пойдут дальше. Слушатели, которые ко мне приходят самых разных возрастов, часто бывают смешанные группы, то есть, вот, десятилетний мальчик у меня был на фотошопе, взрослой группе, хотя есть отдельно фотошоп для детей в нашем центре. Разных профессий, разный состав в плане мужчины, женщины. Все приходят, и все по разным причинам. Тот же фотошоп, если мы с вами рассматриваем, эта программа является средним графическим образованием. Ее не обязательно изучать в рамках всего пакета Adobe, например, нет. Просто кто-то пойдет на веб-дизайн, но на фотошоп сходить перед этим обязательно. Или кто-то пойдет на 3D-программы, но фотошоп обязательно нужно пройти, поскольку именно в этой программе будет происходить, например, создание текстур. Или создание элементов сайта. Именно поэтому в фотошоп и собирает таких разных людей. А кто-то вообще никуда не пойдет, кто-то просто хочет отредактировать фотку на сайт. Ну, а вообще по специальностям, если вот так пройтись, с каким зеленом, с какими людьми вы общаетесь? Бухгалтер. Флэшбэк такой. 10 лет тому назад сидел и делал свою бухгалтерскую работу. Не знаю, в чем она заключается, но делал. Экономист, финансист, давайте сразу нескольких возьмем людей. Архитектор. Вы кто по профессии, простите? По профессии? Да. Журналист. Журналист. О, вот. Журналист. В общем, все эти люди 10 лет тому назад что-то делают, какую-то свою важную работу. Затем, па-ба-ба-ба-ба, поступает директива. Надо делать презентацию. То есть поступил приказ в обязательном порядке. Человек так подумал, запустил приложение такое с красненьким значком, каким-то непонятным, рядом с родным вордом, с экселем рядом находится, что-то красненькое и непонятное. Вот. Нажал на команду создать слайд, где-то попечатал и выяснил, что что-то получается, а что-то не получается. 99% моих слушателей, ну, разумеется, это вольная статистика, уже открывали программу PowerPoint и уже что-то в ней пытались делать. Именно поэтому, когда ко мне приходят слушатели, я говорю, задавайте мне любые вопросы, я здесь для этого нахожусь. И даже занятия скорее выстраиваю по проблемам, чем по функциям приложения. А здесь у вас возникает такая-то проблема, здесь возникает такая-то проблема. В общем, я снова, Юлю, да, чувствуете, что я не могу вам дать конкретный портрет человека. Тот же PowerPoint, он нужен всем, 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 каждому. И я знаю, что большая часть слушателей, где она допускает ту или иную ошибку. Поскольку я сама-самоучка, я просто сдала экзамены, чтобы меня допустили преподавать, но сама осваивала программу и ход мышления этого прекрасно сохранила, ну, что и использую в своем обучении. То есть, получается, вы на собственном опыте, своей практикой нашли свои методы обучения, да, и форматы. То есть, теория книжки – это одно, да, а на практике, по факту, мы имеем совершенно другое. Что об этом говорят слушатели? Не отмечают это? Отмечают, отмечают. Наверное, у каждого преподавателя есть своя манера, которая может или очень понравиться, ну, или совсем не понравится. Случаи были. Отсюда вопрос напрашивается, как же выбрать своего преподавателя? Выбор своего преподавателя важен. Очень не хочется, чтобы не та манера вас оттолкнула от обучения. Я не говорю, оттолкнула от центра специалист. Нет, в целом, я поднимаю вопросы. Это моя миссия говорить об этом, чтобы вы учились. Это дело хорошее. Надо учиться, учиться, учиться всю жизнь и познавать что-то новое. От этого даже молодеешь, в конце концов. Я сама гуманитарий, и я преподаю для гуманитариев. Это важно, потому как аналогии, которые я провожу с формулой, ассоциацией, да и вообще манера преподачи материала в духе, пожалуй, стендап-шоу, а не в духе прям классического, серьезного преподавания в институте. Она нравится многим, но одному из десяти человек в группе она может быть, ну, просто не нравится. И я уважаю, я уважаю ваш выбор. У нас есть гарантия обучения, то есть, согласно вашему договору, вы подстрахованы от таких случаев. И если первое занятие вам категорически не понравилось, то у центра специалист есть для вас предложение по этому поводу. Я снова хотела бы обратиться к своим слушателям, всегда ориентироваться на сайт специалиста, который самую последнюю информацию, самую свежую информацию по акциям, по скидкам и по программе каждого курса отображает на своих страницах. Это сайт специалист.ру. Часто ко мне приходят слушатели, которые даже не в курсе, что у нас есть сайт и такая замечательная рубрика, как специалист ТВ, например. Так вот, на нашем сайте в разделе преподаватели, если не ошибаюсь, помогите мне, пожалуйста, вспомнить раздел о центре и далее преподаватели. И далее преподаватели. А также есть у нас такие разделы, как направление. Всегда вот вы видите какого-то там человечка, который ведет курс. По этому человеку вы можете получить информацию. То есть, если щелкаете по нему, смотрите, во-первых, фотография, поизучайте ее внимательно. А также отзывы, характеристика, которая дается, статьи, которые человек писал, видео, которые он снимал. Все это вам может дать дополнительную информацию. Инна, вы достаточно яркий преподаватель, у вас много отзывов. Но хотелось бы услышать именно от вас, как вы считаете, какой вы преподаватель? Когда меня принимали в центр специалист, я без истории не могу, вот вам первая моя характеристика, было что-то вроде списка приоритетов. В пункте было следующее. Желаете ли вы преподавать? С какой-то такой формулировкой преподаватели ли вы в душе, нравится ли вам обучать, что-то вроде этого. И где-то на третьем месте было знание о предмете. Что было там внизу, в середине, я не помню, но мне понравилось, что знание о предмете, а именно какой-то крутой специалист, было не на первом месте. На первом месте было желание донести информацию. Мне это понравилось, я поняла, что это мое место, я здесь буду работать долго, ну и уже, слава богу, девятый год я работаю. Считаю себя потомственным преподавателем. Конечно, мое образование, менеджмент, организации никак не соответствует ни тем предметам, которые я веду, ни тем, что я вообще веду эти предметы. Это был юношеский максимализм, это был бунт против системы, а система была такая, бабушка, дедушка, все потомственные, в общем, преподаватели. И я должна была им стать, но я решила и вообразила себя великим управленцем. Не скажу, что диплом мне ничего не дал, более того, я все эти знания, и в том числе последующее преподавание экономических дисциплин использую в своей работе. Ну, просто делаю тот же Excel, немножко интереснее. Но все-таки я преподаватель, да, я зануда, я люблю говорить, я люблю, когда меня слушают. И долго без этой работы немножко дичаю. Я гуманитарий, гуманитарий, поэтому очень много ассоциаций, и я пытаюсь понять своих слушателей. Для того, чтобы что-то объяснить, надо обязательно упасть на ту же самую волну. Пока ты не будешь разговаривать теми же самыми словами, мысли теми же самыми категориями, ты не станешь человеку ближе, а он не станет близок к тебе. Именно поэтому тут есть еще и, конечно, психологическая составляющая, хотя я не люблю об этом говорить, но какой-то, какой-то настрой он всегда, всегда присутствует. И какой-то даже энергетический обмен. Инна, а что вы чувствуете, когда входите в аудиторию? Всегда, всегда испытываешь небольшой мандраж перед новой группой, но это приятный мандраж. Тебе приятно то, что должно произойти. А что происходит? Преподаватель, так же, как и психолог, должен быть лидером. Ты должен заслужить это экспертное уважение, да, то есть ты доминируешь над группой, несомненно, но у тебя нет фактической власти формальной над теми людьми, которые находятся здесь. Это не институт, где тебя могут отчислить, это люди, которые заплатили за свое обучение, и они хотят получить знания, и ты должен им дать эти знания. Как вы определяете, добились вы этого результата или нет? Множество невербальной реакции, я вижу. Это может быть и покачивание головой, это может быть и вербальная реакция в виде согласия. Слушатели, которые получают подтверждение тому, что они уже видели в своей жизни, а именно когда описывается проблема. Проблема же взята мною из реальных каких-то, да, ситуаций. И в аудитории находятся люди, с которыми это уже случалось. Я прошу у них поддержки, прошу подтвердить или опровергнуть мои слова, я этого не боюсь. И так и спрашиваю. А вот если вы удаляли макетное поле в Powerpoint, может быть, кто это так делал? И все, вот я так делал, я так делал. Вот вы вот щелкнули по границе макетного поля, нажали на клавишу Delete, а потом открываете вашу презентацию на другом компьютере, и видите, что макетное поле вернулось обратно, с того света, как зомби. Вот, у кого такое бывало? У меня, у меня такое бывало. А почему это бывало? Давайте рассмотрим вот далее, далее, далее. По завершению группы, что вы чувствуете, что до этого силы вновь и вновь возвращаться в аудиторию? Важно любить то, что ты делаешь. На работе мы проводим большую часть своего времени. Работу надо любить, без этого никак. Вы же согласны со мной? Согласны, да? И я просто люблю свою работу. Я без нее дичаю, мне не с кем говорить. Это та модель, которая мне нравится. Я говорю, я эксперт, меня слушают. Вау, супер! А сейчас мне хотелось бы побыть разрушителем мифов. На страницах интернета я очень много прочитала о вас отзывов. И первый отзыв меня просто поразил, что там было написано, вы можете обучить Экселю даже обезьяну. Интересно, мою кошку вы тоже можете обучить Экселю? Коварный вопрос, конечно. На ум приходят слова, не мои, не мои, но я не помню чьи. Что учитель должен обращаться не к памяти учащихся, а к их разуму. И это моя модель. Если я не могу достучаться до человека, я считаю, что это зря потраченное занятие. Потому что объяснить, объяснить не запомнить. Это суть обучения взрослых, что процессы, которые лежат в основе получения результата, они должны быть прозрачны для человека. И поэтому мы изучаем принцип работы каждого инструмента в том же самом фотошопе. Или выстраиваем алгоритм действий при копировании данных из Экселя в Пауэрпоинт с каждым шагом. То есть что происходит, что произошло сейчас, что произошло потом, что произошло на втором, на третьем шаге. Это не зубрежка. И если это была бы зубрежка, то, пожалуй, я бы смогла научить кошку, собаку. Да, тут мы стучимся, стучимся в голову. Второй вопрос, который меня тоже очень сильно удивил. Люди пишут, что после курсов можно устраиваться прямо в администрацию президента. Куда устраиваются ваши слушатели? Что вы о них знаете после обучения? Насчет администрации президента, это был, по-моему, разовый случай. Хотя это тот случай, о котором я помню. Все может быть. Я не хочу преувеличивать свою значимость или значимость нашего центра. Но просто скажу, что больше всего я вижу людей, которые хотят изменить свою жизнь. И они пришли сюда. Это часть плана по дороге к изменению своей жизни. Это честолюбие. Это мой любимый грех. Я вижу его и всячески поощряю. Это здорово. Здорово стремиться туда, по лесенке вверх. Повысить свою заработную плату, сменить свою сферу работы, то есть начать заниматься чем-то другим, что не только принесет тебе в итоге деньги, но и удовлетворение, которое так важно. Ведь на работе мы проводим большую часть своей жизни. Это важно. И когда я вижу этот огонь в глазах, меня это также стимулирует. Я предлагаю слушателям другие курсы не в рамках рекламы, нет, а то, что может помочь в достижении их цели. То есть фактически занимаюсь, как это правильно называется, коучингом. Коучингом. Я коучер, оказывается. Я советую, воудушевляю. Они меня вдохновляют, я их вдохновляю. Это, может быть, какие-то маленькие советы, начиная от бесплатных уроков в интернете, заканчивая целым путем, который я помогаю им выстраивать. Инна, на этой прекрасной ноте хотелось бы услышать от вас пожелания в адрес наших слушателей, чтобы вы могли им посоветовать, порекомендовать или дать какое-то наставление. Каждому из вас наверняка надо учиться, обучаться английскому языку, обучаться каким-то программам. И это дело часто откладывается на потом. Зачастую причина выдумывается, то есть я начну это со следующего месяца, я начну это со следующего года. Ну, примерно, как я собираюсь держать диету или идти на фитнес, не надо этого делать, не надо. Вот надо собраться, найти самого вот этого самого преподавателя, найти именно ту самую программу, которая поможет вам достигать все вот более новых и новых вершин. И присоединяйтесь к нам, тем более у нас есть очень удобные формы обучения, такие как вебинар. Мне, например, очень понравилось. Рекомендую. Для очень самых-самых-самых занятых людей, которые даже не могут присоединиться к занятию, это будет отличный выбор. Спасибо. Спасибо.